Друзья, всем привет! Я нахожусь на выставке Ифа и решил записать для вас полноценный видеоблог. Дело в том, что я вообще теряю интерес к такого рода выставкам, я думаю, что как и большинство из вас, потому что чаще всего интересные новинки представляются на интересных ивентах. Тем не менее, я желаю, чтобы такие выставки не умирали, потому что, мне кажется, за счет них могут подниматься какие-то новые игроки. Я решил не снимать отдельных кучей сюжетов про разные новинки, а просто пройтись, найти что-то интересное и все это буду показывать вам вот прямо в этом сюжете. И это по-настоящему будет видеоблог, и я вообще хотел бы, чтобы мы больше делали такого чего-то персонального, наверное, на эмоциях больше, потому что технические характеристики каждый может прочитать в интернете, я на этом не буду особо останавливать внимание. Но сразу скажу, что про самые горячие интересные новинки, как, к примеру, процессор у Huawei, как новинки Acer Asus, мы сделали отдельные видео. А сейчас я, к примеру, зайду к Nokia и посмотрю, чего они там наплодили. А, кстати, вот они. Итак, две основные новинки у Nokia, это два смартфончика, 7.2 и 6.2. На самом деле, среднеуровневые и с логотипом спереди, это на самом деле странно. Все по законам 2018 года, вот такая огромнейшая капля, челка, снизу подбородок с логотипом. Среднего уровня железа, 660-й Qualcomm здесь, в версии 6.2 636-й. Главные фишки здесь это камеры, но, несмотря на количество дырок, по факту здесь две камеры. Ширик и основная. В 7.2 она 48-мегапиксельная, а в 6.2, по-моему, 18-мегапиксельная. Ну, в общем, сильно проще. При этом голый Android, но сказать, что чем-то меня задели эти смартфоны, совсем не могу. Мне кажется, что и цена их особо не спасет, тем более, сильно низкой она не будет. Есть и другие модельки, смотрите, вот это вот old school. Вот это намного приятнее. Блин, даже YouTube есть. Ну, на самом деле, вот таким можно пользоваться. Мне кажется, вот на таком надо им делать анонс. Здесь, смотрите, Google Assistant есть, YouTube, WhatsApp, Twitter, Google, все, что надо. Да даже, блин, камера есть. Правда, одна. И явно не 40-мегапиксельная. Боже мой, здесь написано Snake. Неужели это будет змейка? Я стратил. Вот для такого телефона фонарик очень важный. Смотрите, здесь есть и вспышка, и фонарик. Причем фонарик на 207 люмен. Это хорошо. Ну, кстати, такую трубочку я хотел бы себе в какие-то гребеня, чтобы вообще не париться. На SIM я хотел откланяться, но нет. Nokia представила еще раскладушку. Это тоже просто звонилка. И вот в институте это было бы очень круто. Там прям, это было модно, я помню, ходили вот так вот, раскрывали, пользовались. Сейчас, не знаю, щит какой-то, блин, посмотрите, банан. Никому не надо, но какая-то ностальгия все-таки присутствует. В общем, на Nokia понравилась вот эта неубиваемая звонилка. Мне кажется, на все остальное обращать внимание смысла нет. Иду что-то искать дальше. На выставке дофигища всяких мелких компаний, которые производят чехлы. Есть и побольше. Например, у SPEC, это достаточно крупная компания по производству чехлов. У них здесь даже вроде какой-то, да? Подошли ко мне здесь ребята. А ну расскажите вкратце. Маффин. Маффин, да, называемся. Да, мы, наша компания. Мы производим оборудование, кейс с подогревом. Тут стоит микроконтроллер. В режиме реального времени измеряется температура. Только начинает мерзнуть телефон, мы тут же его подогреваем. В заранее выставленном температурном диапазоне. Также можно позаряжаться по беспроводу. Называетесь вы Маффин, да? Маффин, да. Вы спросите, что за ерунда? Да, но на самом деле те, кто пользуется айфонами, я думаю, что и некоторыми другими смартфонами знают, что на морозе они имеют привычку выключаться. Именно для этого это сделано, чтобы вашему смартфону было тепло и уютно даже в лютые морозы. Это не рекламка, но ребята долго за мной бежали, я прям смотрю сбоку, иду, ну пытаются что-то сказать. Думаю, ну ладно, покажу. Вроде даже интересная идея. Вообще, я считаю, что всем стартапам, ну конечно, не сам булфчит, надо давать право на жизнь. Потому что я уверен, что вот такая тема, кому-то где-то там в Заполярье пришлось бы очень кстати. Надо понимать, что выставка, она не только для вас, для зрителей, не только для журналистов. Сюда приходят обычные люди, и для них это на самом деле праздник. Потому что это масштабный ивент, и вот каждый из производителей пытается забодяжить какой-то очень крутой стенд, чтобы привлечь как можно больше внимания. У Panasonic получилось, потому что у них павильон огромный. Ну и, естественно, продукции у них очень много. Здесь и телевизоры, и бытовая техника, и камеры, конечно же. И, блин, вообще люблю Panasonic. С детства за Panasonic. Но также у них есть Бэтмобиль. Сразу, кстати, скажу, что я полностью снимаю, и сам здесь же буду монтировать этот видеоблог. Поэтому все снимаю на одну камеру. Чтобы вы не говорили, а где же красивые планчики, я просто не выгребу, друзья. Но я надеюсь, что Sony X3000, которую, кстати, впервые представили здесь же уже три года назад, блин, три года назад, и до сих пор нет конкурента этой камеры, она с этим справится. И, кстати, на стенд Sony я хочу сегодня зайти, посмотреть, а вдруг там X4000 уже есть. А тут у нас телеки Polaroid. Знаете, это конь, который дергается. Есть лошадки, которых жалко. Несмотря на то, что в программке нет этого стенда, но Xiaomi здесь тоже представлены. Я сейчас нахожусь в павильоне Mi. И здесь еще какие-то Dione есть. Но это все дочерние, я так понимаю, компании. Есть и смартфоны, и всякая домашняя техника. Смотрите, они даже трассу сделали для самокатов. И вы можете все это дело, наверное, затестить. Там есть шлемы. И вот такие вот модельки. Но ничего нового, насколько я понимаю, нет. Кстати, с нами здесь Тарас Мищенко из Эдиси и Клавред. И он недавно купил себе сяомевский чемоданчик. Типа такого. И говорит, что просто мега удобная вещь, крутая. Надо будет расспросить у него что да как. Потому что он вчера прям восторгался почти так же, как я, своей сумкой. Не, ну не так, конечно же, лучшие сумки не существуют. Я, кстати, был на открытии выставки. И для тех скептиков, кто говорит, что выставки, в принципе, загибаются эти, могу сказать, что это не так. Потому что даже в переходах, вот я сейчас иду между павильонами, все заполнено. Так не всегда бывает. И на открытии сказали, что более чем стопроцентная заполненность ИФа. И вот сегодня первый день. Народу уже много, хотя еще утро. А дальше, мне кажется, вообще будет не пройти. Так как БиКо, это замечательная компания, которая помогла нам обставить нашу новую студию. И я увидел ее логотип, я решил сюда зайти. Хотя бы просто, чтобы в очередной раз порадоваться, что у меня классная техника от классного производителя. Там, кстати, их стенд HomeVis. Это их система по управлению домом, коммуникации с бытовой техникой. И это не реклама, они меня не просили это снимать. Я действительно просто заметил и решил посмотреть, что у меня из этого есть. Здесь, естественно, все касательно бытовой техники. У меня вот такая, наверное, духовочка встроенная. Потому что, ну, очень похожа, по крайней мере, которая с двойным дном. Ну, то есть, что готовить можно два блюда одновременно. Или вот такая. Тот момент, когда ты идешь, заходишь в какие-то уголки, тебя уже не пускают. Филипс, отпусти, как выйти. Я говорю, пути, а он говорит, не путю. Я выбрался на улицу, а на улице куча вот такого общепита всякого. На любой вкус и цвет. Хотите китайскую еду, вот вам китайская. Хотите американскую, тоже где-то есть. Ну, естественно, хот-догов всяких здесь больше всего. Все-таки Германия, сосиски и все дела. Я зашел в розовый павильон, и это, может быть, моя ошибка. Это Тимобайл. Каждый год в одном и том же месте находится Тимобайл. И главное, опять же, отсюда выбраться. Блин, ну какое здесь все розовое. Прохожу мимо павильона TCL. И, как я знаю, здесь надо было найти Блэкбери. Вот, друзья, история, которую, к сожалению, мы просрали. На самом деле, я бы хотел себе только форм-фактор. Вот прям честно. Мне кажется, что это настолько удобно печатать. Телефончик очень легкий. Это модель K2. Но, к сожалению, естественно, ни к нам он не попадет, ни популярности он уже не получит. Потому что никому это, к сожалению, не нужно. Вот я уже за это видео показал вам две лошадки, которых действительно жаль. И я не про Polaroid. Nokia. Мой любимый смартфон по сей день, наверное, за все время, до сих пор, это Nokia E72. BlackBerry и Nokia, это две компании, которые, ну, блин, так жаль. Вот серьезно, я хотел бы, чтобы они сегодня жили, процветали и создавали конкуренцию. И кто-то сейчас из сотрудников Nokia скажет, так и есть, Саня. Это не так, друзья. А мы плавненько передвигаемся к Sony. Прикольно. У Sony есть отдельный вот такой уголочек для креаторов, для видеоблогеров. Смотрите, здесь показаны прям сеты. Из новой Alpha 6600, которая идеально подходит, как по мне, для видеоблогов. Более компактный RX100 в моей версии. И есть вот для профессиональных блогеров. Это не для меня. Вот такая вот штука. Да, тут первый в мире смартфон с фокусировкой по глазам. Так, Xperia 5. Чисто как вещь, ощущается неплохо. И, насколько я понимаю, здесь даже несколько камер, а именно, блин, как тяжело запускается. 2X, White, 1X, 2X, White. Почему у Huawei не так? Почему просто не кнопочка под пальцем? И подозреваю, что так она остается тоже под пальцем. Только вверх ногами, да. Почему так? Ну, ничего. Это допилят в следующих версиях. Поворот экрана, потом допилят. Он, наверное, просто выключен, да? Я нагнал. Нет. Мое личное мнение, сколько не сколько фотографа, фокусировка по глазам бессмысленная, потому что с таким гриб, как у смартфонов, там и так все всегда в фокусе, блин. Нет. Sony не показали новую экшн-камеру. Это очень прискорбно. Я так хочу ее, и, к сожалению, ее нет. А ведь были времена, всего 3 года назад. Я прямо здесь стоял, снимал Sony X3000. Слюна вылетала у меня изо рта, из-за того, что я был настолько эксайден. И я так сильно ждал эту камеру. И до сих пор ничего лучше не вышло. Заходим к LG. Здесь, как всегда, просто океанариум. Да, они, конечно, Epic создают. Посмотрите. Это все ненанятые люди, и они действительно в восторге. Здесь реально круто. А, LG-ш нам dual screen показали. Давайте глянем их видение сгибаемого телефона. Значит, вот такая вот штука. G8X 7P. С неймингом тоже уже началось все тяжело быть. Разворачиваете. И получается вот такой Nintendo. Здесь какие-то кейсы использования. Ну, как отдельный чехольчик, может быть, и имеет право на жизнь, хотя, честно говоря, смысла не вижу. Приехал Сашка из Выжгорода, ходит по технологической выставке, по самым крутым производителям и рассказывает, в чем он не видит смысла. Не, ну, на самом деле, это мое мнение. Вот, например, в телеках LG я вижу смысл, бытовой техники тоже здесь все очень хорошо. Но смартфон не полетит, друзья. Леново и Моторола, конечно же. Сейчас посмотрим, что нового показала Моторола, потому что там у них новый смартфон, который называется Моторола Zoom или что-то такое. Моторола One Zoom. Ну да, здесь есть ширик. Не очень качественный, насколько я вижу, но есть распознавание по лицам. Есть 1X, есть 3X. Все это среднего уровня и стоит почти 500 долларов. Мне кажется, что не понятие. Хотя 48-мегапиксельная основная камера. Дизайн весьма обычный. Я бы сказал, что не очень привлекательный, потому что верхние и боковые грани, они не одинаковые. Сверху капля, динамик, снизу еще большая рамка. Но голый Android, Моторола, но уже явно не так, к сожалению. Было бы хорошо, стоя на дешевле. А вот ThinkPad мне всегда нравились. ThinkPad это, наверное, второй мой любимый ноутбук. Если бы у меня был, кроме ноутбука, это был бы ThinkPad, потому что они неубиваемые. И кроме всего прочего, они еще и достаточно производительные. X1 Extreme 9-го поколения, Core i7, 4K-матрица, даже дискреточка 1650 с 4-мя гбайтами памяти. Но я сказал, не буду заострять внимание на всякой вот этой циферной фигне, поэтому иду дальше. Смотрите, Zhiyun стенд. Это же те самые стабилизаторы, которыми все пользуются, которые конкуренты DJI. Здесь их очень много всяких. И для смартфонов, и для камер, и больших, и маленьких, и для экшн-камер. Просто маленькая заметочка. Вот я сейчас прохожу по стенду Toshiba. Они делают телеки. Смотрите, ну ладно, то, что логотип есть, то фигня. Но на всех телеках светится вот этот индикатор, то, что телек включен. Посмотрите. Это дно, друзья. Нельзя так делать. Везде. Я его вижу, блин, как зеленый глаз издалека. Посмотрите, на всех телеках. Это же просто нереально раздражает. Я бы никуда не смотрел, кроме на эту, блин, зеленую точку. Ее пришлось бы заклеивать. Ну где, блин, дизайнеры подевались? Захожу в CityCube, и в нем, как всегда, размещен Samsung. Самую жирную локацию выбрали. Почему самую жирную? Потому что очень большая, могут себе позволить. И бетонная. Я очень люблю такой дизайн. Galaxy Fold 5G. Дайте же его потрогать, наконец-то. Я так никогда сгибашки еще и не юзал. Интересно, дадут? Посмотрите, это все очередь. Эта очередь посмотреть на эти телефоны. Ладно, я постою в этой очереди. Друзья, простите, я запарился ждать. Там очень долго, и каждый может подснять надо. А тут много китайцев, а я знаю, как долго они снимают, и они не путят, они будут здесь стоять долго. В общем, вот это Galaxy Fold. Почему не сделать, как всегда? Просто расставить по столам эти смартфоны, и пусть побеждает сильнейший. Кстати, пока иду куда-нибудь, расскажу, с чем я приехал сюда. Я взял с собой только Sony Action Camera, несколько смартфонов, на которые фоткать, на которые подснимать планчики, и iPad Pro. Все. Я вот сейчас понимаю, что благодаря iOS 13 действительно это все, что нужно, потому что я по кардридеру подключаю, скидываю материалы, и монтирую в LumaFusion. Но, к сожалению, в iPad хоть и есть Type-C, но он второй версии, интерфейс второй версии, из-за этого материал будет скидываться очень долго. И вот, наверное, главное, что я ожидаю от нового iPad, это чтобы там был 3.0 USB, или 3.1. Выставка в Берлине, вот в этом Мессе, или как-то он называется, выставочный центр, самая сложная в мире, из всех, где я был. Я был много на каких выставках, но вот этот именно комплекс, он ногу можно поломать чуть-чуть, когда ты идешь из одного номера, от павильона в другой. Все настолько непонятно, настолько разбросано, хотя вроде локально в одном месте, если на карту посмотреть, но крайне нелогично, неочевидно, надо изучать это, проходить специальные курсы. Я хоть вот уже какой год сюда езжу, наверное, раз 6 или 7 я здесь был, до сих пор не привык. Если сравнивать с МВЦ в Барселоне, там намного все проще. Там у нас Синхейзер есть, надо туда зайти, но здесь я увидел Ямаху, а я же еще чуть-чуть музыкант, на клавишах играю. Надо попробовать. Рояль Ямаха. Кейтар, ядрен батон, кто-то их еще делает. Может купить себе? Сниму хотя бы, чтобы модель запомнить. Мне кажется, что это миди тема, потому что выбора каких-то здесь ништяков не особо есть, но, блин, мне нравится. Можно стоя играть. Первый в интернете обзор выставки, как отрядового посетителя. Это так круто, что ребята здесь уже, в принципе, поработали, все сделали, а я хожу просто наслаждаюсь. Честно говоря, этого не хватает в моей деятельности. Можно перегореть, когда тупо вот во все вникать, постоянно рассказывать, а я хожу просто наслаждаюсь. Amazfit. Fossil Group. Про Fossil наслышан, но никогда не юзал. Вот сейчас посмотрю, что это. А это смарт-часики. Под лухари, кстати, вот есть эти VROS, есть более сдержанные, мне кажется, вот это вот выглядит куда более стильно. Тоже на VROS. Кстати, прикольно выглядят. Я бы даже сказал, очень хорошо выглядят. Я так понимаю, что пришел в какой-то павильон wearables всяких, потому что вот здесь пидбит еще. Но Fossil бы за тест, я бы поюзал. Что я здесь вижу? Это у нас чехольчики для новых айфонов. Судя по всему. Мне кажется, что-то интересное нашел. Garmin. Вы же знаете, что Garmin мне нравится. И они показали новые часы, которые называются Вену. Вот, Вену. Они с AMOLED-дисплеем, которые живут 5 дней. Но при этом интерфейс здесь такой же, как у обычных. Но единственное, скажу, что, конечно, на AMOLED-дисплее вот такое разрешение. Здесь, если не ошибаюсь, 390 на 390. Оно уже весьма палится. Не очень приятно смотрится. Стоимость у них 400 долларов, если не ошибаюсь. Сенсорный экран уже. Блин, ну какие-то они, честно говоря, китайские. Что-то как-то они не зашли. А вот велокомпьютеры. Ну, когда у меня уже будет 10.30, например, вот этот, да? Это же 10.30. Это, друзья мои, лучший велокомпьютер на рынке. Если прям брать велокомпьютер, то вот такой. Здесь и навигация, и дисплейчик хороший, и все это с сенсорным экраном. Причем работает, должно работать хорошо. Есть кому-то, короче, не надо. А вот на Fenix 6 я посмотрю еще раз. Я его не держал в руках ни разу, но посмотреть надо. До сих пор это мои любимые часы, друзья. Особенно Pro-версия. Очень дорогие, но для спорта самые навороченные на рынке. И более того, через них можно оплатить. Но все равно по сравнению с Apple Watch'ами они сосут рыбью в рынку. По простой причине. Да, Apple Watch' они такие ударопрочные, они такие автономные. На этом проблемы заканчиваются. Дело в том, что для большинства людей куда более важно, чтобы музыка автоматически синхронизировалась, подкасты, вверх они нормально трекают, как и другие активности. При этом вы можете платить без всяких токен, паролей и так далее. DJI здесь есть. Интересно. Новый пультец какой-то. Такого я еще не видел. Это удобненько. Смартфон не надо подключать. Небольшой перекус. Сосиска и кола. Прикольно. Samsung в одном самая лучшая SSD-шка в мире. X5 Thunderbolt. Я просто сам такой пользуюсь и прямо сейчас она со мной. Ничего лучше человечество еще не придумало. Razer. А напротив зона Predator. Но про Acer смотрите у нас есть отдельный ролик. Дальше кстати Asus про них тоже есть. Прохожу я друзья зашел на Goodram. У них есть субренд ARDM. Это грубо говоря как для геймеров профессиональная линейка короче ну вот для фото видеосъемки большими объемами данных работает то что надо есть у них SD и microSD скоростные карточки есть вот такой модуль памяти DDR4 3600 МГц и сейчас он такой черно-золотой будет еще белый и здесь у нас Iridium Pro Baygood RAM SSD значит смотрите 2,5 дюймовые от 256 до 2 терабайт здесь до 555 мегабайт самая такая хардкорная тоже до 2 терабайт ну правда от 500 гигабайт это Iridium Ultimate X здесь скорость до 5 гигабайт в секунду это чтение и также они в партнерстве с AMD Ryzen это делают здесь и логотипчик есть все это сертифицировано и гарантия 5 лет ну и в финале моего рассказа я зашел к друзьям в Harman Cardone GPL и вот это все зайду я вот сюда друзья посмотрите на эту инсталляцию это новые пульсы пульс 4 считал 1,2,3,4 и я их только что послушал даже в специальной комнатке они хорошо звучат потому что предыдущий пульс звучал намного хуже но главное как они выглядят я хочу такую студию просто чтобы наслаждаться вот здесь можно посмотреть как он выглядит вживую правда все закреплено чтобы я не украл и моя просто любовь это Flip 5 Flip 5 сильно изменилась колоночка причем смотрите это обычная а есть еще две версии Ocean и Forest это из переработанного материала смотрите что изменилось здесь Type-C наконец-то здесь новый индикатор зарядки вот такой новая функция которая называется Party Boost Party Boost пришел на смену Connect Plus и это моя любимая колонка и кстати у GPL самая продаваемая в общем клип обновился и обновился существенно здесь нет даже какой-то заглушки как раньше то есть Type-C просто открыт ничего не надо приоткрывать и при этом защита такая же от воды и осталась в общем друзья это как украшение мне будет хотя и звучит тоже неплохо вот это на каждый день жду конечно же новый Boombox новый клип я его в путешествиях использую постоянно но там еще показали и колонки за 45 тысяч от какого-то еще суббренда и Harman новые показали но есть еще и эти бары которые под телевизор и там есть Google Ассистент вот это я тоже буду себе в студию рассматривать в общем GPL как всегда радует недаром это из портативной аудиотехники мой любимый производитель и я думаю что в этом году чем-то еще обзаведусь из этой продукции ну а так в целом друзья буду заканчивать этот небольшой или большой вложек я не знаю насколько я наговорил если тебе понравился поставь палец вверх мне понравилось так лайвом походить потрепаться думаю буду так продолжать все всем пока